Друзья, всем привет! Сегодня покажу, как делать 9 потолочных светильников в мамину мастерскую, и видео будет насыщено всякими самодельными приспособления для пакетной работы. И самое главное, все будут делать из обрезков производства, за исключением сегментных колец, на которые пришлось взять несколько палок делового дуба. Сами светильники ламельные, довольно простые, но видео будет больше про то, как делать такие изделия поточно, притом без ЧПУ. Так что начинаем с подготовки материала под кольца, которые будут выполнять роль соединительных элементов всех ламелей. Что касается колец, то тут всегда только сегменты, которые позволяют получить любые сечения и диаметры из любой доски. В моем случае, когда кольца должны были быть толщиной 10 мм, а сами ламели около 5, под сегменты можно было пустить 30 доску, распустив ее пласть пополам, что чрезвычайно экономно. Оттого на 18 колец у меня ушло всего 5 досок шириной около 100 мм и весь остальной материал сугубо обрезки, которых у нас скопилось немерено. Соответственно, подготовив бруски необходимого сечения, в ход пошла самодельная каретка для напиливания сегментов с двумя упорами. Штука хороша тем, что установку угла тут можно делать не относительно линии пиления, а относительно упоров, установив между ними шаблон. При пилении самых распространенных 12-сегментных колец, угол будет составлять 15 градусов относительно линии пиления. Но между упорами будет двойной, что легко выставить покупным прямоугольным треугольником, один из углов которого как раз 30 градусов. То есть длинным катетом он будет прилегать к одному упору, а чтобы достать до второго, надо пустить параллельно к эпитенузе ровную планку необходимой ширины. И это самый простой и быстрый способ пилить сегментные кольца с высокой точностью. Клеить пришлось в два захода по 9 колец, так как даже моих запасов сборных хомутов не хватило на все 18 штук. Но оно и хорошо, так как в таких многодельных проектах всегда есть на что переключиться. Сегменты максимально быстро клеить, нанося клей на каждый второй с обеих сторон, ну а для основы традиционно идет кусок пластикового подоконника, который служит для этих задач уже много лет. Переходя к самим ламелям, в ход пошли обрезки ясеня, которые у нас хранятся целыми коробками. Выкинуть жалко, так как уже давно были мысли именно в таком применении, плюс кто помнит тему с моим большим обеденным столом, отделанным плашками, тот поймет. И выбрав первую кучу, я установил тонкий пильный диск и принялся за пиление, которого тут было хоть отбавляй. Упор поставил на 6 миллиметров, чтобы был некий запас на финишное шлифование. Так как нет-нет, прижоги от пильного диска периодически бывали. И пилил я эти плашки, наверное, полдня, то и дело, возвращаясь в закрома Плюшкина. Тем временем созрели обе партии сегментных колец, которые можно было выводить в размер. Как обычно, в ход идет барабанно-шлифовальный станок, так как в рейсмус такой пускать не совсем безопасно, особенно учитывая небольшую толщину. И после прогона с обеих сторон в частовом виде кольца получили нужные 10 миллиметров толщины. Возвращаемся к ламелям, и теперь надо было отформатировать все 216 штук в размер по ширине. Для чего в ход пошел прижимной толкатель, без которого данный процесс практически невозможен и тем более небезопасен. Штука довольно универсальная и перекрывает большой спектр задач при работе с подобными мелочами. И, наверное, было бы логичнее и быстрее пропилить заготовки по ширине до задания толщины, но пока не были толще на эти палочки, которые получились в итоге, у меня тоже есть свои планы, о чем я расскажу позже. Так что будет проект из обрезков от обрезков. Далее можно было отформатировать все ламели под ледением, для чего в ход пошла стандартная каретка для торцевания с установленным упором. К упору ламели устанавливались чистовым торцом, и таким образом для пакетов десяток штук требовался всего один пропил. И теперь все это дело можно было отшлифовать с обеих сторон на барабанник, и тут я пускал по 4 штуки одновременно. Можно больше, но некоторые ламели были под конус толщины и их приходилось ловить при обратном выстреливании. Ну а на обратной стороне, когда толщина уже более-менее выровнялась, я пускал по 8 штук. Переходя к самому интересному, а именно формированию пазов под ламели, я озадачился кареткой и даже хотел переделать свою каретку для сложного сегмента, но решил сделать новую. Собственно, все дело решено было делать пазовальными дисками до до, и каретки под широкий пропил у меня до сих пор не было. В общем, решено было сделать новую из шаблона для исправления сколов на менажницах, и размер основания как раз можно делать ползуны, которые методом последнего приближения к размеру шлифуем на барабанном станке. Самодельные ползуны я обычно делаю из дуба, так как он более-менее остается в размере в летнем и зимнем сезоне. Ну а упоры, которые будут соединять обе части распиленного основания, уже можно делать из сосны. Тут главное достаточное сечение, чтобы конструкция оставалась жесткой. И в первую очередь эта каретка делалась с целью пиления пазов в кольцах, притом пакетно, то вот далее последовали заморочки. Собственно, через соединительные упоры необходимо было пропустить винтовую шпильку, которая, являясь осью вращения, поможет закрепить на ней пакет из колец. Далее все это дело крепим на саморезы, не забывая про линию пиления, и смазываем ползуны воском, и каретка в своем базовом виде готова. Из сегментных колец надо было получить нормальные кольца, для чего на токарном станке решено было сделать шаблон для копирования. Вход пошел в фанерный обрезок, где нужно было найти центр для установки на планшайбе, ну и собственно самым токарным сформировать внешний и внутренний диаметр. Внутренний тут протачивался аккуратно, чтобы остался соединительный слой, и последний, в свою очередь, был сошлифован на обрабанном станке. И теперь в ход идет обгонная фреза с подшипником, которая будет двигаться по полученному шаблону. Использовал фрезу с нижним подшипником, что не самый безопасный вариант в данном случае, но остальные у меня оказались дома на кухонных работах и как-то заленился идти. Соответственно, исходя из рабочей высоты фрезы, фрезеровать решено было по два кольца за раз, пристреливая к ним фанерный шаблон 25-й шпилькой. И тут, конечно, надо работать аккуратно, чтобы не задеть режущие кромки фрезы. Когда верхний подшипник, это не страшно, но в данном случае не рекомендую повторять. Ну, если уж припрет как у меня, то крепость рук вам в помощь. Как вариант, такие бутерброды можно крепить на двусторонний скотч, но по мне шпилька надежнее, хоть и оставляет небольшие отверстия. После получения правильных 18 колец я взял пару кругов из фанеры, которыми мы прессовали сегментные кольца и с помощью токарного просверлил отверстие для шпильки ровно по центру. По сути, эти кружки будут выполнять функцию больших шайб для удержания колец в пакете. И учитывая, что наши кольца не имеют центра, нужно было подготовить элементы соусности пакета. Для этого решено было сделать пару наклонных блоков для новой каретки, чтобы кольца могли отцентроваться. Наклонные плоскости блоков решено было сделать ровно под 45 градусов, что куда проще просчитать и распилить, вложив два квадрата по линии пиления на каретке. И вот теперь, поместив блоки внутрь каретки и разнеся их раные расстояния от линии пиления, можно было зафиксировать всю систему струбцинами. Одном из прижимных кружков необходимо было сделать разметку под 24 сегмента, дабы получить подобие делительной головки. И теперь готовим пакет пазовальных дисков. Пропилы в кольцах должны быть шириной с толщиной ламели и лучше в натягу. Для этого я обычно выкладываю диски на столе распиловочного станка и, положив рядом деталь нужной толщины, подбираю размер кассеты. Делаем пропил основания каретки, чтобы можно было установить нужный вылет до пиления. И теперь нужно было позаботиться о мелочах, которые всплыли в процессе создания каретки. Собственно, мешались гайки на шпильке, которые должны были фиксировать все на оси, и пришлось их утопить в передний упор. Но чтобы его не снимать, решено было рассверлить отверстие форстером, предварительно прикрутив и зафиксировав позицию накладки из фанеры. Получается, что гайки на шпильке теперь уходят внутрь упора, а сама ось остается на месте уже в фанере. На заднем упоре пришлось сделать то же самое и еще добавить вырез до места оси. Да, куча заморочек, но как говорится, лучше день потерять, потом за пять минут долететь. По итогу имеем нормальное позиционирование пакета колец, у которых нет центра и точное примыкание отделительной планшайбы, которая одновременно все это дело удерживает от проворота. Единственный момент, есть сколы как раз по тому краю пазы, где шел подрезной диск, ну и на выходе, так как последнее кольцо не касалось упора каретки. Это решается подкладка жертвенного кольца или проточка упора на токарном, чтобы утопить отделительную планшайбу в упор, ну а от сколов можно избавиться медленной подачи и установкой нулевого зазора на линии пиления. То есть в данном случае опустить ось вращения, чтобы кольца касались основания каретки. В общем, допилить конструкцию можно, но главное, что таким образом получается быстрый и точный результат. Теперь увеличиваем пакет пазовальных дисков под пропил в ламеле. Тут уже идет нормальный пакет из стоящих по краям полных дисков, которые дают чистовой результат. Сделав тестовые запилы на образце и поняв, что соединение плотное, можно ставить ту же самую каретку и переоснащать ее под пиление ламелей. Ламели также можно пилить пакетами, для чего нужно лишь позаботиться о фиксации ограничителя под прямым углом. И вот так буквально за минуту мы получаем все пазы для соединения светильника. Тут все довольно плотно, так как заранее решено было обойтись без клея, иначе заморочки по удалению излишков целая история. Соответственно, если делать такие штуки на потоке, все же лучше иметь две каретки под кольца и под ламели, так как разная ширина пропила, которая является противоскольным фактором. Ну и все это вполне без ЧПУ. Были мысли обрабатывать пакет колец на токарном, сделав подобие копьера, по которому пойдет ручной фрезер, но показалось, что напилеет куда проще, да и делительная голова на токарном имеет 36 позиций, что много, а если брать через одну, то 18 маловато. Да и в целом менять положение на делителе гораздо дольше. В общем, циркулярка и пазовальные диски как обычно рулят. Далее нужно было позаботиться об элементах крепления патрона и в целом о потолочных розетках. И тут меня дико выручили закрома отходов от наших сегментных тарелок, которых скопилось великое множество. Отлично подошли вырезанные центра от тарелок и обрезки сегментных колец. Это, конечно, подгон, который сэкономил мне кучу времени, но концепция того, что все это из обрезков, сохраняется. На потолочной розетке также нашлись свои сегментные кольца, которые пришлось расточить на токарном для создания полости для контактов. И заправив пару резцов, можно было разбавить довольно рутинную историю токарочкой. Из-за точки я сильно распробовал гриндер, который, конечно, рулит. Мокрый камень теперь чисто для резцов из быстрореза и всяких сменных пластин, где нужен микросъем с постоянным охлаждением. Но для большинства резцов и стамесок гриндер куда удобнее. Приведя все кольца к подобающему виду, нужно было позаботиться о соосном креплении с цельными кругляками. И тут я решил просверлить в последних отверстиях под провод, которое одновременно совпадало по диаметру с одной из насадок сменного центра задней бабки. В итоге эти бабушки просто одевались на этот центр и абсолютно соосно спрессовывались сегментными кольцами. На каждую переклейку выделялось минут 15 чисто для схватывания и потом перемещалось в трубцину. Ну а тем временем можно было подготовить связующие элементы между патронодержателем и самим полофоном, если можно так его назвать. Тут были подготовлены брусочки квадратного сечения, которые нужно было врезать в крошечные сегментные кольца, и снова в дело вступили позавальные диски. Вычислив толщину полученных брусков и установив равную ширину кассеты, можно было делать пропелы. Кольца укладывал, ориентируя клеевые швы по линии пиления, и процедура деликатная, и чтобы ничего не улетело, прижимаем эти кольца жестким бруском к основанию каретки. И все получается отлично, оба паза ровно на 180 градусов. Дополнительно решил усилить эти места мелкими кольцами из кота, которые оставались после колец вставок к тарелке, и неожиданно, но тоже очень пригодилось. Тем временем прессуем очередную потолочную розетку, и нужно было позаботиться о креплении брусочков в верхнем кольце светильника. Тут также было решено сделать паз, дабы увеличить площадь клеевого контакта, и снова вход новая каретка. Однако тут уже пришлось снять задний упор, так как кольцо не умещалось, и этот упор в данном процессе стал упором для удержания колец на основании каретки. Тут кольца также укладывались по линии пиления ровно по центру. Теперь эти брусочки можно было порезать в размер и вклеить по месту. Сначала решено было запрессовать их в получившиеся пазы на больших кольцах, а потом уже в кольца патронодержателей. И с последними таки пришлось применить шпильки для фиксации всего пирога, чтобы не съехал при стягивании струбцинами. Субтитры сделал DimaTorzok Выпирающие над плоскостью кольца части брусочков были сошлифованы на круглошлифовальном станке с помощью наклонного блока от новой спечённой каретки. И всё получилось совершенно незаметно для взгляда на будущие светильники снизу. И в итоге, установив брашировальную машину, которой у меня служит полировалка, можно было подобрать все сколы и облагородить готовые кольца. Оставалось привести в чувство ребра ламели, где местами также остались прижоги. Для чего, примерно по 12 штук, ламели стягивались струбцинами и прогонялись через барабанно-шлифовальный станок. Вот так получилось вполне облагороженные все плоскости ламели. И, как я говорил неоднократно, для подобных изделий вполне достаточно шлифовки на станке, так как получившаяся продольная микрориска однородна и вполне готова для отделки. Покрывал всё тиковым маслом и тут, конечно, был очередной марафон, так как деталей немало. И, покрыв два комплекта, первый можно было протирать и собирать готовые изделия, в то время как второй пропитывался маслом. Тут даже пришлось вызвать на помощь супругу, иначе всё растянулось бы на часы. И вот так вот на конвейере всё сделали, оставив на ночь с приоткрытым окном, что масло могло нормально полимеризоваться. На следующий день оставалось добить вопроса по электрике и подготовить проводку равной длины с установкой клеммников. В розетках пришлось просверлить по паре отверстия для саморезов, которыми всё тело и будет крепиться к фачбалкам из фанеры нашего потолка, про который, кстати, был отдельно в видео. Ну и можно было переходить к монтажу по месту. Удобно, что в данном случае отдельно можно было крепить лёгкую часть светильника и только в конце одевать плафон с установкой лампочки. По итогу света получилось просто завалить, хотя рабочий свет у мамы всё равно другой. Но много общего никогда не помешает. Сюда предстоит сделать ещё очень много чего, так что то ли ещё будет. Такое вот на сегодня видео и хочу поздравить всех дам с международным женским днём и пожелать счастья, любви и улыбок. В честь праздника мы сделали специальную подборку, на которую весь март будет действовать скидка 15%. К празднику не стали, так как на 8 марта лучше подарок наверное цветы, а вот без всякого повода подарить красивую доску с инкрустацией или гравировкой – дело другое. На этом на сегодня всё. Спасибо за внимание, друзья, и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok